Уезжаю послезавтра Так тебе иди послезавтра ехать Так и что, что тебе ехать Заходь Я уезжаю, будешь сама добираться Ну хорошо, ты надолго? Я аж приеду на следующий Через неделю Через неделю приеду Мама даже не питает, куда я еду Ну ты сам без Коли? И Коля ехать А коты? А коты будут смотреть, Кристина Что? Кристина будет смотреть Кого? Котов Даже не питает, где едешь, что едешь Ну ты будешь кормить котов? Здравствуйте, я зубами занялась Да У вас у всех свои проблемы Ты зубами занялась То есть еще чем-то занялся Ну конечно Да А я уезжаю Интересно А что ты не питаешь, где я еду? Скажешь Чи ты уже знаешь? Ничего я не знаю Вже позвонили, может отчитались Откуда я знаю? Здравствуйте А что ты не питаешь, где я еду на неделю? Ну я скажу, спитаю Скажешь Ага А ну тебе не надо Ну что это не надо? А ты не интересуешься Ты меня ошарашил Ты меня ошарашил Ты меня не интересуешься Только твои проблемы интересуют Да Да У нас все ради бога, что ты начинаешь клювать Вона зубами занялась Ну так а ты, что не знаешь, что мне ехать после завтра И что мне делать? И мне после завтра уезжать Утром Где ты едешь? Далеко И я после завтра еду Как? Я еду далеко, мне ехать 40 часов А я поеду Не знаю Вот сюда На такси сядешь, поедешь Визовешь такси Так а где ты едешь? Далеко За границей О, далеко Каже, не питаешь Питаю Вдалеко А ну ты не питала сразу Ну так здравствуйте Ты меня сразу ошарашил Откуда я знаю Заходишь из мухти-барахты Что ты кушаешь Я сказала Я откуда знала Что дальше будет За опросом Оля останется Проведет тебя Успокойся Ну и с котами И с котами будет Да, успокойся Ну так а что ты Я не чуя спокойно Ну ты меня ошарашил Я недавно Ты же бачил Зайшов я лежал Тебе не интересно Да я иду Куда я иду Так что это не интересно Здравствуйте Я как питаю Ты всегда кажешь Мені Ты много вопросов задаешь Любознательный Думаю скажешь сам Понимаешь Ну не буду казать сам Ну здравствуйте Ну не кажи Ну не кажи Что ж ты что Всегда Больше скажешь Ты много вопросов Багато информации Чакось Отвечаешь так всегда Думаю скажешь Раз уезжаешь Значит скажешь Где Все равно Не край света Ни в Америку Ни куда ж В Австралию В Австралию В Австралию Да Ну я тебе Коли сказала Что хтось До тебя приезжал Женщина И мужчина В Австралии В Австралии В 18 часов На одном самолет И потом на 6 часов На другом Ты что самолет Ты не боишься Ты ж такой боярливый На самолет В 18 часов В 18 часов Где летит В 18 часов А как ты думаешь Австралия Где находится В 18 часов А это дальше Конечно Так прямо Поехал На маршрутке Сколько В 18 часов В 18 часов В 18 часов Она уже уехала Да Уже давно уехала Да Ладно Давайте играть Ну так правда Чи ты его можешь Я не пойму Где вы правду Ката Где вы брешете Он сказали Что уже брешем Что на КТ пішли Что Что это неделю ждать И брешут Что я зубами встанаю Хай поделяться И скажут Это Сразу скажут результат Что Сразу скажут результат Но есть такое Он Коли сразу Полчаса Полчаса Сказали А тут Много людей Позвонить На школьную Знаете Сколько у них КТ делают Улица школьная Укажут номер Хай скажут Кому надо Хай шукают Кому нема что делать Ты где собралась Я не пойму Я в магазин хочу пить Ты долазишься по такой дороге Ну я потихоньку Я уже все Полы помыла Ты долазишься У меня порядок Полы помыла Все сделала кругом Уборочку И на балконе Везде мою Молодец Все хорошо Уже покушала раз Второй раз Все нормально Девять и шесть показала Сахару Одну палочку Мамы тут они дебили стоять Не поливая Ничего Они стоят Вот это тебе надо Что Зачем оно тебе Что Та бери кому хочешь Тебе надо Господи Что Кому оно надо То что оно Что Кому что Что Ребятки Я проснулся Собрал постель Чистенько Я сейчас Открываю Жалюзи Вот так У меня тоже Ничего таки Неплохо держится Просто У меня жарко Очень в квартире Им наверно Вредно жарко Так Я открываю Дальше Вот здесь Тоже Тома стекай С под ног Вот Сразу светло Да Зайчик Урт 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 Красавицей Да Ну Сразу светленько Тебе тут Открыть Вот что Тебе тут Открыю Будешь заглядать Снег на улице Ой Какие вот эти Мне не нравятся Вот эти дурацкие Жалюзи Что-то дергаешь Смыкаешь Дрыкаешь Тут Грязно Давайте тут Не будешь лазать Давайте на кухню Пойдешь Там будешь сидеть На чистом окне Сырость Такая знаете Страшна погода Как вроде Кармагеддон Тут пришел Вообще Неинтересный вид Из окна Сера и уныла Ужасно Для творческих людей Это депрессия Вот это все Это ужас Это хочется повеситься Вот глядя на вот такой ужас Глянь то что это Голодьба Одно дело у людей Горы, море, пальма Это что Что это такое Что это Убожество Убожество Вот это красиво Вид А то убожество Маглы Ребята Всем привет У меня к вам вопрос У меня есть две картины Вот Одна Такая Это значит Весна Не знаю На какого-то Года Ну Типа Двухтысячного Чикаконс Это просто Красивая серебряная картина Такая вот Вот И я хочу спросить Куда ее повесить У меня есть два варианта Помимо этого У меня еще есть Кнопка с ютуба Вот моя комната Вот здесь Я планирую большую картину На той стене Вешать вот эту вот А здесь У меня есть значит Кнопка с ютуба И вот эта картина И вот я планирую Сделать вот так Вот эту значит На уровне телевизора Будет висеть Вот эта картина Вот Вот так А под ней Под ней Вот так На уровне тоже Телевизора Нижней черточки Прям по центру Между Вот Чтобы было расстояние Между мебелью и тем Будет висеть Вот эта картина Будет вот так две картины Одна кнопка Одна Весна серебряная И то и то серебряная Как вам? Мне кажется вот так Будет очень красиво На белом фоне Вот Потому что ну эту картину Куда в коридор Такое не повесишь На кухне там нет места Мне кажется вот сюда И вот сюда Вот так Будет две картины И все На этой стене все Потому что тут Будет мебель Выше Здесь именно Вот так Будет стоять мебель Только она будет Вот эта верхняя не будет Будет только нижняя Но это я думаю что На уровне телевизора Вот так вот Эту и на уровне телевизора ту И вот это расстояние Чтобы было одинаково Сохранить Я думаю что так будет идеально На ту стенку Я повешу вот эту картину Если видно Вот Вот сюда повесится Вот та картина Она будет немножко По другому вести Вот здесь Вот еще из Германии Привезу картину Или две Посмотрю куда их вешать Может у меня будет Знаете Меняться Может быть у меня будет Сегодня одна картина Завтра вторая Потом еще одна Кто там? Я тебе самое хорошее Пронесла И сейчас позвоним Лилички Хозяйки квартиры Давай я покажу Сейчас я тебе покажу А? Ну хорошо Это надо сегодня четвертая Завтра я иду То и ты уйдешь Будет позже А ты прийдешь оттуда За свою заплатишь Закривай двери Я могу уходить Я сама закрию Так Так Хорошее все Я хотела тебе что-то показать Ты чи не бачил Это чи просто Такое полотенце Что? Не пойму Сейчас Не переживай Опа Вот так Вот так Одну вещь Вот такую Я забылся Я думала это полотенце Вот это хорошее Постирание хорошее То есть Бери себе эти полотенце Если хочешь А что? Ты думаешь что не надо? Не надо мне хватит Мне хватит Ну вот это забери Это хорошая вещь Я не знаю Ты знаешь сынок Это может быть из Турции Нет Не с Турцией Ну тебе наподобие Такое мягкое полотенце С Турцией Это знаешь как Можешь даже заселить себе Обязательно такую здоровую Или по теплому А что оно в пятнах Все А я не знаю Пятнах Жирных Не знаю зайчик Ну это не мое Да Его надо стирать Конечно Жирнее зажрать Я возьму постирай И то его принесу Да я сам постираю Ну тогда куда его Машинку На Машинки там места Кидай Ну тогда вот это все твое Ты мне работы придаешь Нет ничего Я все больше не буду Вот смотри Все хорошо Я понял Все Вот это не надо Значит вот это вот Колина мама Вот это И вот это Хорошее все сынок Все хорошее Все хорошее Ну я имею ввиду не старое Доброе все Я понял Хорошо Значит вот эту я набираю А вот и постираю Так сейчас сливочки набираю Вот так же красиво будет Вот Вот здесь вот Посредине мебели Вот на уровне телевизора Вот так чтобы было Вот так одна картинка А снизу будет вторая Вот здесь висит кнопочка Мне кажется что прикольно получится Как то внутрь попала побелка Внутрь кнопки Вот там внутри там есть Она наружу есть и есть внутри Я не знаю как ее Оттуда теперь достать Как мне разобрать или что Вот эту штуку Ой боже сколько шерсти Котячь Вот здесь она будет висеть Ну потому что куда вешать Туда на эту стенку На эту стенку я подумаю что то другое Тут будет еще стол стоять Я посмотрю как можно будет Вот эту стенку Что можно будет на нее повесить Честно не хочу много навешивать Заставлять Вот потому что оно Как бы одно дело Когда пустые стены Но имеет свою красоту тоже Телевизор Мебель Такое современное Ну кнопку все равно куда то вешать надо Не буду ее убирать Вот здесь пусть висит Все таки это ж Как бы такое С ютубом мне кажется это должно висеть А это вот серебряная картина Что она не должна висеть Объясните мне Вот сюда Так вот будет красиво Дальше у меня еще Вот это есть штука Ангел-хранитель Вот у меня тоже вопрос Есть два варианта куда его вешать Это ангел-хранитель Он тоже серебряный Или вот сюда На стенку Вот так вот Над дверью Хочу повесить Чтоб он висел Над дверью Висел ангел-хранитель Или на эту стенку Напротив входной двери Вот Мне кажется вот напротив входной двери Входишь ангел-хранитель Или наоборот Вот когда Все что зашло Оно как бы охраняется Не знаю Как сделать Я даже Уманы приложу Дверь не мыта Ребята Ну не заморачивайся Помою Мне что-то до двери Нет дела пока Мама заляпала уже Пальцами Ходила Вот это мамина работа Вот выходит За стенки брыться Вот уже заляпано Вот Пятна Вот пятна Если видно Это все заляпано Это все было белое Белоснежное У меня краска осталась Конечно надо Про это самое Про Прокрасить там А так конечно красиво В квартире Еще когда все это Станет закроется Панелями Но я к сожалению Не увижу Наверное Как будут делать Уже увижу результат Наверное Пока меня не будет За это время Все сделают Тома сегодня Скинул этого мальчика На пол Не тяжелый Такой Часы Пытался скинуть Да Помощник рижий Ах Помощник рижий Помощник рижий Я уезжаю зайчик Я уезжаю Будешь скучать за мной Уезжаю Уезжаю Спиралка Уезжаю Чтоб ты меня дождался Понял Чтоб ты охранял котырку Коля с тобой будет Да Дивись меня Пусть за старшего Охраняй Все тут Ох Охраняй Охраняй Ой Не надо кусаться Ах ты свинюка Ах ты свинюка Такая Ах ты свинь то с рыжей Каждый день ребят Подметаю И что-то у меня Каждый день видите Какие-то огрызки валяются Что оно такое Сколько надо мести его Да iano А помордяки А помордяки Получить Не хочешь Помордяки Своей хитрой Наглой Не хочешь... Помордяки Своей хитрой Наглой Не хочешь... Ой Ой Пой Не по его. Не по его, да? Не по его, не по его, не по его. Надо, чтобы тики по его был. Как-то так, знаете, стрёмно перед поездкой, что-то волнительно, вот эта дорога, думаешь, что там люди говорят, может, самолетом лучше, чтобы ехать на маршрутке очень долго, чтобы сегодня в радость тебе. У меня, знаете, вот это ожидание поездки, оно хуже самой поездки. То есть я знаю, что я выносливый, но просто вот это ожидание, мне завтра уезжать, у меня ничего не собрано, представьте, ни чемодан, наверное, надо чемодан собой брать или что. Ни чемодан, у меня ни деньги не готовы, так, чтобы у меня были евро, надо евро какие-то с собой брать. У меня нет, кое-что там мили хочу привезти, на рынок надо, на озерку поехать. В общем, короче, знаете, весь такой состояние, вот я ничего не делаю, все оттягиваю сейчас надо. Поехать на рынок, первым делом потом собирать чемодан. Завтра в районе 9, с 9 до 10 утра за мной заедут, еду, в общем, туда 120 евро, назад 100 евро, но назад до Киева. То есть с Киева мне еще придется покупать билет, вот, потом надо еще будет определиться с карточкой, как мне карточку там купить. У меня есть вот в этом телефоне, вот, на который я снимаю сейчас, у меня есть итальянская карточка. Но я не знаю, вот, когда мы ездили в Италию, тогда вот с Алексеем, с Николаем, вот я купил вот эту карточку. Можно ли на нее пополнить интернет и будет ли он действовать в Германии и в Польше? Ну, тоже такой вопрос. В общем, все такое на нервах, так все это тревожно мне. Даже не знаю, что сказать. Так волнительно всегда куда-то ехать, что я еду. Один, знаете, вот это вот, ой, маршрутки, что-то за маршрутка, что-то за люди там будут ехать. Не дай бог, какая-то авария. Кто-то пишет на границе, будешь потом сутки стоять еще. Мне сказали, что если на границе стоять, то у нас есть печка-буржуйка, будем топить. Как буржуйка какая-то посреди маршрутки. Забирают прямо из дому, то есть не надо никуда ехать, не надо ничего. Это, прямо из дому забирают и туда к Миле прям довезут. И оттуда обратно, ну туда до Киева только. То есть в обратную сторону только до Киева. Ну, покупался, встал сегодня, надо побриться будет слегка. А что так перед поездками сюда куда-то, какая-то тревога ужасная.